Решил поменять объявление свое, не мастер на час, а мастер в гостиницу, так как здесь очень много гостиниц, отелей, хостелов. Поднял объявление еще на один день, значит 129 рублей заплатил. И фотографию поменял первую, вот как я вешаю картину, вот эту. Заблокировал авито мое объявление, мастер в гостиницу, квартиру. Потому что я его тут начал редактировать, короче, и написал, что обслуживание гостиниц, отелей в области электрики, сантехники. Объявление электрик у меня уже есть, ну и все, и обязательно, короче. В общем, 400 рублей, скорее всего, пропали, но в службу поддержки я написал, задал вопрос, как восстановить объявление. Авито позволили изменить сообщение, и теперь у меня мастер в гостиницу снова активно. Так, ну что, ждать уже некуда, значит, вот, поэтому буду двигать объявление электрик, скорее всего, тогда на 7 дней и сделаю. 1119 рублей. Сейчас отдам выбор. Ну вот, готова, услуга применена к объявлению электрик. После того, как я подал объявление, ждать пришлось примерно минут 10. В общем, я уже съездил, посмотрел, нужно заменить 25 светильников уличных. Вот, на понедельник договорились. Мне там написали, что неправильно нолик подключил, решил заехать в то место, где я устанавливал стабилизатор Ресанта, вот, прям с УАЗом в горы. Круто, если есть там куда припарковаться. А если нет, тоже круто. Вниз, вниз. Да, действительно, мне там написали, вот этот кабель разорвать чуть ниже. И сразу сюда подсадить его. Вот, но, да, там неудобно было бы потом этот клеймник сажать. Там совсем короткий кусочек. Вот пошла жара, короче. Этот заказик со светильниками на понедельник. А сейчас звонят, нужно подключить электрику в квартире, в новостройке. Подключить щит, подрозетники установить. В общем, еду туда. Смотрите, тут какой видок. Это 17 этаж. А, так это же этот, морской порт. Так, вот с этим у меня вопрос. Что на севере? Так, ну вот здесь вот распределительный щиток, но здесь более-менее понятно. Потом еще вот пучок какой-то. Вот, разделываю кабель. Че, куда, это нужно будет прозванивать еще. В общем, позвонился по местным номерам. Напарник нужен. Да, обозначениях приходится разбираться. Вот здесь написано ГЛ, типа ГЛА. Вот это, скорее всего, кабели, которые от розеток. То есть их нужно будет соединить вместе, поэтому они, эти три, не подписаны. Буду сейчас вот здесь вот разбираться, что к чему. Вот эти подписаны, это значит, включатель. БРА-1, БРА-2. Вот это, вот это, вот это что, и вот это, который я сделал, пока непонятно. Добрался до ванны, значит, вот так вот обозначенный включатель коридор. Это идет вниз, это вниз, что это, пока не ясно. Напарника себе нашел, в общем, на Авито. Сейчас подходил парень, все нормально. Только вот он тоже задал вопрос, для чего вот эти вот кабели, пока заказчик не знает, для чего они выведены. Наконец-то я встрял, такой сильный заказик. Главное, что очень нужный. Страшно, капец, мне так еще не было за все время, что я тут нахожусь в Сочи. Из-за того, что я не знаю, как я дальше буду делать эту электрику. Страх такой, знаешь, как это, не оправдать надежды заказчика. Я поднимусь после этого заказа просто на ступеньку, а то и на две в своей профессиональной деятельности. Нельзя здесь тупить, чтобы не было видно, что ты где-то там пробуксовываешь. Поэтому этот заказ однозначно я запомню в своей зимовке в Сочи. И, скорее всего, после этого заказа появится такая смелость, которой раньше не было. Я побаивался таких вот заказики, потому что опыта нет. Но сейчас деваться некуда, сейчас просто только вперед. А вот этот заказик, на который я ездил с утра, нужно вот таких вот 25 уличных светильников поставить в один коттедж там. То есть там уже стоят светильники, но они с круглой цоколем или как это. А здесь они прямоугольные. То есть нужно будет в бетоне сделать прямоугольную нишу, подрозетник, видимо, какой-то и вот так вот 25 вмонтировать. По цене сказал около 20 тысяч. Отказался от этого вот заказа по светильникам. Значит, там, где нужно их поменять, стоят светильники вот с круглым корпусом. И они вмонтированы уже в колонну. Там дом такой, ну, миллионов за 50, наверное. Колонны такие стоят небольшие на заборе. Они обклеены керамогранитом, я так понял. Вот. То есть нужно из круглого отверстия, которое в колонне, сделать прямоугольное отверстие и прямоугольную нишу, чтобы вмонтировать туда эти светильники. То есть я сейчас походил по магазинам. Если, допустим, можно запилиться и выпилить в керамограните прямоугольное отверстие, то вот с прямоугольной нишей уже будет посложнее. Потому что инструмента такого, мне сказали, нет. Можно, как мне сказали, сделать буром, маленьким буром. Наделать отверстие, там, допустим, около 20-30. И потом потихоньку выкалывать эти отверстия, создавая тем самым прямоугольную нишу. Еще сложность в том, что все-таки дом дорогой и вот эти колонны все дорогие. Если где-то пойдет трещина от вот этих вот манипуляций, если оно сколется, то ломать придется всю вот эту вот, весь керамогранит откалывать и клеить новый. Почему купили прямоугольные светильники, когда там уже есть круглые светильники, да, с круглым корпусом, я не понимаю. Так, еще причем некоторые светильники стоят на лестнице. То есть вот эта вот ступенька, здесь ступенька, здесь стена. И светильники стоят вот здесь вот. И в такие места, где вот лестница, лестница и стена, не подлезть даже диском от болгарки. То есть тут надо реально только снимать этот керамогранит, выдалбливать там нишу прямоугольную. В керамограните вырезать прямоугольный, прямоугольник. И уже потом наклеивать этот керамогранит. Ну что, короче, завтра начнем электрику. В этой квартире напарник Руслан, которого я нашел на Авито, вроде сказал, тоже подойдет. Все там понятно, разберемся, прозвоним. Вот некоторые кабели, которые не подписаны. Ну а я готовлюсь морально, психологически, потому что это первый такой крупный заказик по электрике. Вот в чем будет самая сложность. То, что не мы заказывали распредкоробку, распаячные коробки для монтажа этой проводки. И какие они придут, и вообще заказаны ли они, об этом никто не знает. Но сказали, завтра с утра что-то с магазина привезут. Сейчас пока есть время, разбираюсь с концевиками дверей. Откручиваю каждый концевик и смотрю, что там по контактам. В общем, система тут несложная. Концевик замкнут, когда дверь открыта, и размыкается, когда дверь закрывается. Вот у меня какой-то из концевиков вот так вот не размыкается. Здесь нормально. Это уже третья дверь, и в третьей двери все в порядке. Ну вот он, нашел косяк. Значит, просто вывалился концевой, провода нет на нем. То есть, получается, провод где-то коротит на корпус. Так, ну и более подходящего, чем ножницы, я пока ничего не нашел, поэтому пробуем. Вот я его и поймал. Теперь я еще и автоэлектрик. Так, ну вот, я, значит, его установил. Значит, включаю зажигание. Вот, индикация должна пропасть, о том, что двери не закрыты. Опа, все равно моргает. Что за фигня? В общем, все концевики разъединил. Вот, откинул клемму от концевика. Настяк. Продолжает говорить о том, что двери открыты. Хотя все разъединено. Залез вот сюда, вот, под руль, короче, там, где предохранитель. И здесь вот болтается какой-то желтый провод. Вот этот желтый провод, видать, коротил на планку. О, ничего не видно, да? Вот я его сажаю на массу. И снова горит. И снова мигает вот эта вот индикация. Вот этот проводок, я его отключаю. И индикация пропадает. Концевик подсадил, дверь открыта. Индикация о том, что дверь открыта, вообще нет. Куда-то она пропала, она пойду и хер бы с ней. Тише в машине будет. Ну что, вот и добрый вечер. Короче, напарник, которого я нашел на Авито, который пришел, посмотрел, говорит, в понедельник я тоже подойду. Я ему написал сейчас вечером, что завтра я подойду туда к десяти. Он мне пишет, привет, завтра не смогу, буду занят. В общем, буду делать эту электрику сам. Разбираться во всех этих кабелях, которые выходят от стены. Без какого-то проекта. Буду прозванивать и прочее. И это даже мне больше нравится. То есть я полностью разберусь в этой херне и приобрету огромнейший опыт. Ну что, я пришел на эту квартиру. Начинать буду сейчас. И снова заказик с видом на море. По-другому пока не получается. Начал с определения точек, где будут светильники. Вот здесь вымерло расстояние 90 сантиметров от чистового пола. И теперь я буду вот эту линию отмечать на стенке спальни. Вот здесь 15 кабелей выходят из стены. Ну что, потихоньку начинаю въезжать. Значит, вот там выведены три кабеля. И они подписаны в клуб. То есть это выключатели. Вот здесь кабелей выходит шесть. И вот сейчас я понял, что идет с распаечной коробки на проходные выключатели. Приходит на проходной выключатель. И с проходного выключателя выходит, получается, вот этот кабель. Идет на вот эти выключатели. Это тоже проходные выключатели. И уже один, одна фаза пошла обратно на распаечную коробку. С этой электропроводкой в квартире не все так просто. Сегодня вечером, во второй половине дня, прозванивал кабели, какие-то нашел. Все нормально. Допустим, в спальне я определился, который кабель идет. А в гостиной и на кухне там не смог найти примерно концы у восьми кабелей. Завтра все покажу. Вот он, короче, ночной Сочи. Два часа ночи сейчас. Меня ждали ключ от этого объекта. Вот. И туалет тут. Короче, ночью я решил зайти, умыться, сходить в туалет. На парковку, в общем, не поехал. Решил вот здесь остаться заночевать. Уколо этого дома, чтобы туда-сюда не ездить. Возвращаюсь в машину. Настало утро. И не зря говорят, утро вечера мудренее. Вот в чем фишка. Вчера я прозванивал кабели. Нашел все. Сегодня я еще парочку нашел. Значит, осталось три. Вот один, два, три. Три конца. И вот для прозвонки, те, кто электрик, понимают, что я вот здесь скрутил кабель и его ищу, хожу, допустим. И его ищу вот здесь, в распредкоробке, в этом пучке. Прозваниваю мультиметром. Я не мог так найти ни кабель на розетку, ни кабель на ТВ, ни кабель на другую розетку. В итоге, думаю, ладно, с этим потом разберусь. Выхожу на балкон. И оказывается, кабели, которые три штуки торчат, они выведены на балкон. И шлейфом через розетку подключаются к розетке в комнате. Вот этот кабель идет со щитка, этот идет на розетку ТВ. То есть, соединяются они в подрозетнике, соединяются кабели. Ну и там то же самое. Поэтому, вроде как, с этим пучком я, наконец-то, разобрался. В процессе работы, в общем, добавила задача. То есть, вот здесь вот светильник один, вот здесь светильник два. Он управляется проходным выключателем вот отсюда, проходными и отсюда. То есть, как отсюда можно включить вот эти два бра и общий свет, так же и отсюда можно включить или выключить общий свет и вот эти два бра. Теперь заказчик говорит, вдруг я поставлю кровать не так, а вот так вот вдоль, чтобы мне смотреть на ночные огни Сочи. Теперь мне нужно поставить вот так же, как и на этой стене, два бра. Вот сюда вот, на эту стену. И вот сюда розетку и выключатель проходной. И сюда розетку и выключатель проходной, чтобы можно было управлять вот этими вот светильниками боковыми, как с этой стены, так и с этой стены. Короче, сидел в машине, ел, ежика увидел. Сейчас попробую его найти и показать. Вот он не спеша куда-то здесь так пошуршал-пошуршал. А вон он, ежик! Вон он бежит! Блин! Эй, ежик! Топает себе, топает. Привет! Ну ладно, все, иди спить, не буду тебя в глаза свистеть. Даже вот этим, вот такие вот южные города, там Сочи, вообще южные страны прикольны тем, что можно там каких-то животных необычных увидеть, которых, ну, нет на севере. Вот здесь вот моя машина, тут вот я сидел и его увидел, он перебегал вот тут дорогу. Насчет этих светильников, вот собрал схему, значит, на полу, для того, чтобы просто проверить. Вот они, два выключателя, проходные, двухклавишные, две лампы. Значит, вот с одной стены мы можем включить одну лампу, можем включить вторую лампу. И захотели, если на другой стене выключатель этот будет второй, можно выключить одну лампу и выключить другую лампу. В общем, электрика тоже не всегда чистая работа, как-то я ее сравнивал со сваркой. Сейчас высверливаю подрозетники, в общем, и болгаркой, и перфоратором. В общем, много пыли. И, скорее всего, на очереди покупка алмазной коронки для высверливания подрозетников, потому что вот эта вот не подходит. Она плохо справляется с бетоном, а если попадается арматура, то она против нее ничего не может сделать, поэтому арматуру выпиливаю уже болгаркой. Причем вот сейчас вот я замечаю, что даже алмазная коронка – это не выход из любой ситуации. Вот здесь, например, торчит штырь, алмазная коронка просто в него упрется и встанет. То есть в любом случае его нужно спиливать вот так вот, болгаркой. В общем, шесть часов, шуметь уже нельзя. Вот так вот вышел на балкон, тут замечательнейший вид. Вот там, кстати, я вижу Адлер. Вот, погода очень хорошая. По-моему, сегодня где-то 31 марта, скорее всего. Вон там, вон, пальмы. А там, короче, яхты, они целый день вот так вот плавают. Ну, это, наверное, экскурсии какие-то и что-нибудь такое. В общем, вот хороший такой заказик, да, на квартире, что всегда есть вода, ну и постираться можно. Я сейчас вот стираю там рубашку, шапку, носки. Прямо в ведре, в строительном. Ну, как бы, как по-другому лучше так, чем вообще никак не постираться. В общем, много занимает это все времени. Вот сейчас вот, чтобы постирать носки, рубашка сохнет. И так слегка сполоснуться, помыться над ведром. У меня ушел ровно час. Стою третью ночь на этом месте, около дома, где делаю ремонт. И вот только сегодня с утра проснулся, поднял голову и увидел, что вот там на балконе мандарины растут. Вот они. Вот так вот выхожу отдохнуть, потому что после штрабления, после сверления, с видом на море, погода сегодня вообще супер. Сегодня 1 апреля. Наконец-то я дождался тепла. Скорее всего, в Сочи уже холодно не будет. Тут у меня туман. Немножко попилил, немного поштрабил. Пыли стало много. И вот так вот выхожу на улицу, чтобы эта пыль немножко выветрилась. Вот штрабореза нет. Здесь вот немножко штукатурку так подрезаю болгаркой. И вот здесь штрабу надо еще сделать. Так, ну что, значит, прорезал я штрабу. Для светильника. Вот она вытягивается, эта пыль в комнату. Пока я тут встряхиваю пыль, вы мне напишите, что для таких работ не нужен пылесос и штраборез. Кстати, тоже необычная штука, с которой я нигде не сталкивался. Вот из этого дома, без ключа, электронного ключа, не выйти. Чтобы лифт поехал, нужно приложить сначала электронный ключик, нажать на кнопочку нужного этажа. Он поедет. Я делаю ремонт на 17 этаже. Если я вызову лифт, лифт приедет ко мне, но я зайду в лифт, и я нажимаю на любой этаж, он не едет, потому что у меня нет электронного ключа. Сегодня, ну, заказчик сегодня перепутал, короче, и забрал тот ключ, который у меня был. По лестнице я тоже не могу выйти на улицу, потому что внизу на первом этаже закрыта дверь, так как дом еще этот не сдан. И я не могу выйти с дома по лестнице. То есть я сейчас спускаюсь на какой-нибудь нижний этаж, допустим, там на четвертый, там на третий, докуда дойдут, и жду, когда лифт поедет вниз. Там есть индикация, на каком этаже находится лифт. И только когда человек поедет какой-то с верхнего этажа вниз, я вызываю этот лифт, и лифт останавливается на том этаже, на котором я и продолжает уже движение вниз, уже с этим человеком, у которого есть ключик. И получается, чем ниже я спущусь, тем больше вероятность, что с верхних этажей поедет кто-нибудь и по пути захватит меня. Вот такая вот интересная картинка здесь на третьем этаже. Вот-вот лифт на седьмом, на пятом. А, да, да. Есть, я успел. Короче, лифт приехал пустой. Я вот не знаю, поедет он сейчас или нет. Вниз. Он вверх поехал, короче. Ну ладно, значит, я с кем-то сейчас поеду вниз. Вот я и вышел из дома таким вот, как бы, не совсем простым путем. И, кстати, на этом не заканчивается история с лифтом. Я не могу вот этим ключом поехать на любой этаж, на какой-нибудь двенадцатый, да? Он не работает. то есть я могу этим ключом поехать только на семнадцатый этаж. Вот. Всем привет, уставший, но довольный. Значит, конец дня. Сегодня, значит, что хочу рассказать. Я занимаюсь эти... Пришел с утра, занимаюсь подрозетниками, и, короче, уже начал штукатурить. И приходит заказчик, говорит, смотрит на потолок и говорит, а что это у меня в гостиной будет одна люстра? А вдруг, говорит, я захочу вот там вот освещение сделать, точечное, допустим, над кухонной зоной, и вот здесь вот, над диваном точечное освещение. Если, говорит, буду я сидеть на диване, я хочу, чтобы я мог управлять, забыл, допустим, выключить левую, правую сторону, да, кухонную зону, то я мог выключить вот отсюда. Либо, если я сижу на этой стороне дивана, мог выключить вот отсюда. Также и правую, и левую. Или, если я пошел, выхожу из дома, то мог выключить и отсюда. То есть, нужно здесь два, выключатель двухклавишный, проходной, здесь перекрестный двухклавишный, здесь проходной выключатель двухклавишный. Управление, короче, с трех мест, двумя зонами. Вот, я смотрю, что кабели для этого не заложены. Вот, он говорит, да, я прошлых электриков просил, чтобы просто они люстру мне здесь установили, и потом говорит, договоримся на пять. Я вижу, что тут работает дня на три. Я говорю, нет, тут много, тут надо вот это монолит штробить, нужно будет кабелем много прокладывать между выключателями, плюс нужно будет две линии вести на освещение. Я говорю, здесь минимум десять тысяч рублей. В общем, договорились на десять, и я понимаю, что я тут на еще на недельку на этом объекте зависну. Сегодня позвонили заказчики с отеля, значит, в котором я вешал картину и там розетки устанавливал. Сяду на велик и заскочу к ним, нужно там заменить лейку на душа. Так что это уже постоянные клиенты. Сейчас, в общем, пол девятого утра, еду на этот заказик, менять шланг на лейке душа. Вот, ну и вчера думал-думал, и в итоге решил все-таки купить штроборез, он ускорит работу. Взял зубр, 125-й. И стоит он как месяц койко-место в Сочи. 6200 отдал вместе с дисками. Но эта штука очень нужна, она ускорит работу. А пылесос я вожу с собой с самого Сыктывкара с ноября. Принял душ. Тут у заказчика, в общем, что-то нужно починякать немножко в квартире, вот, и посмотреть, на каком уровне розетку делать. Потому что, что вот эта душевая кабина, что кабины в новостройке, они будут одинаковы. Вот. И в новостройке нужно добавить розетку будет. По поводу цены не разговаривали еще, и что здесь починить нужно тоже я не знаю. Но мне предложили принять душ. Дальше буду рассказывать про развитие событий. Заменить, да, нужно, значит, вот это вот. Это новое. Блок питания был, значит, здесь неисправен. Вот он лежит. Новый поставил. Заказчик Артур в общем спать лег. Он сказал, чай попей. Сейчас за люстрой пойдем. Путин делает ошибка. Путин никогда не делает ошибка. Да, никогда не делает. Никогда не делает Путин ошибка. Да, берите ошибку. Люстру ищем. Зашли в магазин люстр. 58 тысяч люстров. 98 тысяч люстров. Я таких цен, честно говоря, не видел. Вот люстра какая-то. Так я видел люстру за 12, почти 13 миллионов. Нет, я таких не видел. Меняю, значит, еще один блок питания. Это на вот эти вот три точечных светильника. Здесь поменял стартер и заработали две лампы. Два светильника. Вот такой блок питания на точечные светильники. Так, поставил туда блок питания и теперь горит вся вот эта вот правая сторона. А, все вот, а? Да, все отлично. Удобно тем, что этот светильник купили с пультом. Вот, а предыдущий светильник сняли на... Установили в ванну. Да, на свете пошлю. Возвращаюсь сейчас по вечернему Сочи. Смотрите, какой красивый домик. Ну, что, вот так вот закончился день. Возвращаюсь. Сейчас время уже 9-й час. Дождик прошел. Ну, и вкратце, заказчик по электрике. Ну, у него есть другая квартира, где он живет. И, значит, он попросил в этой квартире разобраться с электрикой, со светом. Делов немного, но много было суеты. По магазину ходили, искали. Ну, и по деньгам, в общем, полторы тысячи. И это, конечно, не те деньги, на которые можно, допустим, поменять машину или купить мотоцикл, но это те деньги, на которые я могу оставаться в Сочи и продолжать тут зимовать. В общем, не закончился еще день. Продолжается. Сегодня с утра я приезжал лейку поменять, о которой говорил, да, на душе. Не лейку, а шланг на душе. Но те посетители у заказчицы, они спали и дверь, короче, не открыли. Вот. Я говорю, ну ладно, освобожусь, подъеду. И освободился только вечером. И мне сейчас заказчица звонит, говорит, давайте, приезжайте вечером, а то посетители там без души сидят. Все, теперь можно зафиксировать итог сегодняшнего дня. 1500 с дядюшкой Артуром и 600 рублей на замену шланга лейки. В итоге 200. Уже хорошо. С учетом того, что я половину времени просто гулял и катался на велосипеде, это, в принципе, неплохо. Еще вот, насколько разная может быть работа. У меня стеллаж получился по себестоимости полторы тысячи в день. Но я там работал по 10 часов, я там дышал вот этой пылью и прочее. Но работа такая тяжелая была. И сегодня тоже полторы тысячи в день. Я работал, я, наверное, ну, часа 3, может быть, 4. И причем работа была не пыльная, была в квартире, замена лампочек, ну, отверточкой, в общем-то говоря. Работать можно вполне комфортно и без пыли. Нужно только выбрать и найти эту подходящую, эту комфортную работу. И вот этими двумя пальмами можно завершить, наверное, сегодняшний видос. Субтитры сделал DimaTorzok